привет в одном из наших роликов в рубрике для чайников мы рассказывали о различных способах окончания дымохода и был вот такой дефлектор который устанавливался на выход дымохода один из наших зрителей обратил внимание на то что на таком оголовке на его боковых стенках откладывается сажа которая затем когда идут осадки по дымоходу стекает вниз ну честно говоря не могу подтвердить его слова потому что ни разу такого в живую не видел но зато я видел совершенно другую картину когда на выходе дымохода был установлен вот такой элемент искрогаситель зачем он нужен сейчас и узнаем искрогаситель устанавливается на выход дымохода в тех случаях когда есть риск подпортить имущество от случайной искры которая вылетела вместе с дымовыми газами и попала на легковоспламеняемую поверхность на легковоспламеняющуюся поверхность но что это должна быть за поверхность конечно если это деревянный дом то в принципе не так уж просто его зажечь от одной даже вот шальной искры если это битумная крыша изготовленная из какого-то материала использующего битум тоже особо волноваться не стоит даже от случайной искры или зажженной спички эта кровля никогда не загорится искрогаситель нужен только тогда когда вы используете в качестве топлива ну пожалуй сосну это часто бывает на первых этапах после стройки дома либо бани когда остается много обрези и вы ее используете в огромных количествах при отоплении и либо же когда топите баню также искры появляется в тех случаях когда печь работает неэффективно либо вообще вы используете допустим сосну в качестве дров и используете неэффективную к примеру банную печь при коротком дымоходе то есть сразу три ошибки три у таких важных фактора складываются воедино и тогда огромное количество искр вылетает вместе с дымовыми газами что особенно хорошо видно в ночное время либо вечернее время избавиться от этих искр конечно помогает искрогаситель искра которая вылетает вместе с дымовыми газами встречает на своем пути препятствия видеть боковой стенки перфорированной трубы при этом она че теряет часть своей энергии отдает передает ее стенкам трубы и уже холодной практически падает на поверхность не причиняя таким образом вреда но если вы планируете использовать искрогаситель в своем дымоходе то будьте готовы к тому что вам придется очень часто проводить ревизию такого дымохода в этих местах именно вместе выхода дыма из вот этих щелей со временем они начнут зарастать сажей именно теми частичками не сгоревшего топлива которая будет оставлять для выхода дыма все меньше и меньше и меньше места тем самым тяга будет ухудшаться и работа вашего отопительного прибора будет не эффективный в этом случае нужно будет физически проводить чистку этого элемента трубы и поверьте чистить его нужно будет довольно часто ну так ли эффективен так ли нужен искрогаситель для обычной дымовой трубы устанавливать искрогаситель нужно только в тех случаях когда рядом с домом и либо рядом с дымовой трубой находится дерево с неопавшей листвой либо же у вас на кровле в осенний период скапливается очень много сухих листьев и есть действительно риск от того что случайная искра их воспламенит и в тех случаях когда рядом с домом находится например сток сена либо что может воспламениться от случайного попадания искры либо в тех случаях когда вы готовы обслуживать дымоход с регулярной периодичностью довольно часто и хотите оставаться спокойными за свое имущество ждем ваши вопросы к этому видео в комментариях подписывайтесь на наш канал фарнак с фильм задавайте в комментариях вопросы для новых выпусков рубрики для чайников до новых встреч удачи пока 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 пока